всем огромный привет сегодня у нас майский выпуск бьюти завтрака и мы поговорим с вами о новинках от эсси начнем подготовку к лету а также я расскажу вам о своих любимых чехлах на телефон или нелюбимых чехлах и о том как я веду семейный планер позавтракал и сегодня вкуснейшим омлетом со шпинатом и сосисками также у меня была половинка авокадо и помидорки черри рецепт не подскажу потому что это рецепт моего личного шеф-повара но теперь давайте непосредственно приступим к новинкам и давайте начнем наверное с весенней коллекции от эсси я получила три лака из новой коллекции это весенняя коллекция вообще в коллекции 6 оттенков у меня вот эти вот три вот это называется лаунж голова этот называется пол сайт сервис и этот называется шейдом обычно такими оттенками не пользуюсь но давайте я прямо вот сейчас при вас попробую нанести все эти три оттенка и скажу что я о них думаю начну наверное самого привычного для себя оттенка оттенок лаунж лова кисточка довольно широкая уэси кстати очень удобные кисточки лаки если кстати очень качественный но у них есть оттенки такие которые очень сильно полосят и вы никогда не знаете какой вам попадется к сожалению скажем так этот оттенок довольно таки плотные то есть в один слой конечно я бы не пошла с ним поэтому я думаю что нужно будет нанести 2 когда немножко подсохнет лак что могу сказать оттенок очень яркий очень красивый такой точно как бутылки в два слоя наносится очень легко кисточка очень удобно но в принципе как и все лаки си и этот не полосит тенок но я думаю что вот такие яркие оттенки они по идее не должны полосить давайте теперь попробуем вот этот оттенок который называется щейдзон я его перемешаю потому что у него по моему делился синий пигмент тоже тем как очень красиво знаете больше такой лавандовый я бы сказала посмотрим как он нанесется кисточка такая точно очень удобно она скругленная получается и очень удобно прорисовывать сам край оттенок ложится довольно плотным слоем таким цветом в принципе наверное можно не наносить второй слой потому что покрытие довольно хорошее но я пожалуй немножечко еще добавлю как вы видите оттенок такой точно как бутылки очень блестящий очень красивый этот ложится еще лучше чем розовые потому что нам не кажется чем темнее тенок тем наверное лучше он все-таки ложится он вообще не полосит мне кажется вот эти вот два оттенка просто шикарно сочетаются друг с другом можете посмотреть как смотрится то есть можно делать несколько пальцев например одним оттенком мне кажется будет очень здорово ну давайте теперь посмотрим на вот этот вот оттенок pull set service это такой оттенок морской волны этот оттенок самый непривычный наверное из всех вообще в коллекции есть еще ярко зеленый наверное тоже совсем не привычный для меня. Оттенок по факту не совсем морской волны. С данным оттенком, я думаю, второй слой вообще не нужен, потому что он и так довольно-таки плотный. Вот так вот оттенок смотрится. Он очень плотный и вот этот оттенок, я думаю, можно смело наносить в один слой, потому что второй слой просто, в принципе, не нужен. Как вы видите, он уже очень плотный и я думаю, что не нужно лишний слой красить, чтобы ждать потом, пока он высохнет. В общем, вот такие вот три оттенка из новой коллекции. Как я уже сказала, их всего шесть. Если вы хотите посмотреть на остальные, можете погуглить или я вам могу ссылочку оставить. Там есть очень красивый нюдовый и там есть просто нереально яркий зеленый оттенок. Мне кажется, вот на лето зеленый было бы очень здорово. Вообще, это коллекция весенней, но вот эти два оттенка я согласна, что весенний. Насчет этого я не уверена. Он, наверное, все-таки больше, возможно, даже осенний, потому что он такой какой-то больше болотный, как по мне. Напишите мне, какой из этих оттенков вам понравился больше всего и часто ли вы делаете маникюр с вот такими яркими оттенками. Также хочу поговорить на очень такую важную для меня тему животрепещущие. Это чехлы на айфон. Почему? Потому что в основном все чехлы, которые мне нравятся, они идут вот такого типа. Они пластиковые и у них и верх, и низ не защищает телефон. Так же, как и сбоку. То есть, это просто пластик, который одевается на телефон. Мне очень нравится расцветка вот этого чехла, но с точки зрения безопасности он совершенно не актуален для меня, потому что он совсем не защищает телефон. Поэтому сегодня хочу показать вам чехлы, которые мне понравились, которые прошли мой тест по безопасности, которые не просто красивые, но и очень классно сделаны, очень качественно и действительно защищат ваш телефон. Вот эти вот чехлы от Richmond & Finch, несмотря на то, что они красивые, вот этот вот зеленый мрамор вообще просто нереальной красоты, но я не могу носить такой чехол, потому что я не хочу просто испортить свой телефон, где-то его поцарапать, поэтому я все-таки отдаю предпочтение силиконовым чехлам. Боги в исполнении силиконовых чехлов, это всегда была и будет фирма SpyGen. Вот так вот пишется название. В видео про свой iPhone я вам показывала вот этот прозрачный чехол, который я купила специально на новый iPhone 6s, и также мы купили чехол и для Славика на iPhone 6s Plus. И так получилось, что одна из подписчиц моих работает в SpyGen, и она прислала вот такой вот подарок, она прислала чехол на iPhone 6s Plus специально для Славика, такой вот супер какой-то космический просто. Их чехлы, как вы видите, имеют такую систему Air Cushion, то есть они защищают ваш телефон даже при каких-то падениях, при каких-то ударах, то есть они амортизируют. Вот здесь вот, например, на углах вы можете видеть, это то, что нужно для мальчиков, это я вам сразу говорю, и для девочек, которые часто роняют свои телефоны. iPhone без чехла я носить в принципе не могу, потому что он у меня выскальзывает из рук. Вот я не знаю, как у вас, напишите. У меня он просто сразу же выскальзывает из рук, поэтому я сразу купила себе вот такой вот прозрачный чехол, и была им очень довольна. Чем отличается этот чехол от, например, Richmond & Finch? Тем, что он и снизу закрывает полностью телефон, полностью закрывает сверху, по бокам, как видите, сделаны специальные кнопочки для регулировки громкости. Здесь точно так же, то есть у вас минимум вырезов, у вас полностью защищен телефон, плюс он и спереди точно так же очень хорошо прикрывает сам телефон. И одно из немаловажных, это то, что на данной модели SpyGen написано просто сбоку, очень незаметными буквами. Обычно я видела на таких вот силиконовых прозрачных чехлах то, что написано такими огромными буквами. Я не хотела покупать такой, потому что если он все-таки прозрачный, то хочется видеть телефон свой, да, что он прозрачный. Вот, поэтому вот эта модель мне больше всех понравилась. К сожалению, у меня нет коробочки, чтобы вам показать, но она примерно выглядела вот как-то вот так, как вот из-под нового. И также моя подписчица Элина, которая прислала этот замечательный чехол, она сделала для всех вас скидку. Если вас заинтересовали данные чехлы, скидка 15%, я оставлю этот код внизу. Им вы сможете воспользоваться, когда вы положите что-то уже в корзину, и тогда нажмете на кнопочку View Card, и тогда вы сможете ввести этот самый код. Следующий чехол, который мне недавно совсем пришел, я вам уже во влоге показывала, тоже я им осталась очень довольна, потому что он сделан очень качественно, очень похож на SpyGen, но только, видите, он такой вот сделан под мрамор. Кстати говоря, это нарисовано как вот акварелью просто. Сделан он очень качественно, как вы видите, снизу точно так же сделаны только прорези, и сверху он полностью закрывает телефон, так же как и SpyGen. Сбоку тоже полностью закрывает телефон, сделана кнопочка, и здесь точно так же прорезь и две кнопки. В общем, из всех чехлов, из всех фирм, которые я пробовала, мне нравятся пока что только две, это SpyGen и Nunuka Design Company. Это компания именно для таких вот интересных фанси чехлов, а вот SpyGen именно для таких супер защищенных, чтобы там все порты были закрыты от воды, от пыли, от грязи, защиты от падения, то есть такие вот, знаете, монстры просто, чехлы-монстры, которые полностью защищат ваш телефон, либо же вот такие вот прозрачные силиконовые чехлы, они, конечно, в этом мастера. Напишите, как вы выбираете чехол, обращаете ли вы внимание на безопасность, которую дает вам чехол, либо же просто берете тот, который вам нравится. Следующее, о чем я сегодня хотела с вами поговорить, это о подготовке к лету, поэтому хочу упомянуть, конечно же, о кофейном скрабе. Я заказала себе кофейный скраб от Франк, я его регулярно, в принципе, заказываю, если вы мне смотрите давно, то вы наверняка видели уже подобные пачки у меня не один раз. Почему заказала и не делаю сама, потому что мне просто лень и мне некогда, если честно. Но вот такой вот кофейный скраб вы можете делать сами, я делала его сама, когда у меня было время, потом снова заказывала, потом опять делала сама. Здесь у нас в составе кофе, масло миндаля, я взяла миндальное, вода, соль, коричневый сахар, масло апельсина, витамин Е и какая-то оттушка, написано натурально. То есть, в принципе, все это можно сделать абсолютно просто дома. Просто берете кофе, смешиваете с маслом, солью, с сахаром. Для меня кофе это лучший скраб, я его люблю больше всех, больше солевых, больше сахарных, потому что я люблю этот запах, когда ты выходишь из душа, и от тебя пахнет кофе, вот этот аромат. Я его просто обожаю, плюс его делать очень просто, можно даже вообще ничего не добавлять, просто кофе поскрабится и все. Попробуйте добавлять не только миндальное масло, попробуйте вместо него, например, добавить масло виноградных косточек. Мне кажется, он даже еще круче работает. Еще я взяла вот такой вот бодибалм, то есть, это что-то типа такого очень глубоко увлажняющего крема. В составе у нас здесь масло виноградных косточек, о которых я говорила, вот оно действительно очень круто влияет на целлюлит, на его исчезновение, скажем так. Масло миндаля, дальше здесь кокосовое масло, и консистенция этого крема, она такая вот кокосовое масло, очень похожа. Также здесь есть воск, масло какао, масло ши, масло кофейных зерен, и очень много других масел, то есть, тоже довольно натурально. Сделана эта вся продукция в Австралии, и мне очень нравится, что здесь написано, что вся эта продукция only tested on babes, то есть, тестируется не на животных, а на девчонках. Напишите мне в комментариях, как вы готовитесь к лету, кроме физических каких-то упражнений, делаете ли вы какие-то, может быть, обертывания, или пользуетесь, возможно, тоже кофейным скрабом. В общем, напишите, я буду ждать ваши комментарии. Теперь хочу вам показать, чем я занимаюсь. Издательство Миф прислали мне еще две обалденнейшие просто книжки, но это книжки не для чтения, это книжки, скажем так, для медитации. Вот эта книжка называется «На год мудрее», и здесь смысл в том, что здесь на каждой цифре, вот один, два, идет какая-то картинка. И что очень мне нравится, то, что здесь идет какая-то цитата. Вот, например, здесь написано «Некоторые живут так, будто они уже мертвы». Кстати, вот эта надпись совершенно случайно схожа с вот этой надписью. Эту книжку я еще не начинала раскрашивать, но мне очень нравится читать именно высказывания, которые написаны. Вот, например, я смотрю, у кого когда день рождения, и читаю высказывания. Например, «Три» — это день моего рождения, любящие не встречаются, они с самого начала друг в друге». По-моему, очень круто. Дальше, например, посмотрим 18-е, что у нас про Джеймса написано. «Написано то, что любит бесконечно». Не могу не согласиться. И давайте посмотрим Славика. «Двадцать шестое число. Жизнь, как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Чем я сейчас занимаюсь? Конкретно вот этой вот огромнейшей просто книжкой, которая называется «От точки к точке». С самого детства я люблю соединять вот эти точки в рисунке. Во всех журналах, во всех газетах, если я где-то видела, я сразу же выполняла эти задания. На данный момент я сделала только пока что один рисунок. Не уверена, что вам видно, что здесь нарисовано. Здесь нарисованы два петуха как в зеркальном отражении. Я уже вам рассказывала во влоге, что мне этот рисунок напомнил чем-то Лиссабон. Мы оттуда привезли такого петуха классного. И, в общем, я когда увидела, думаю, ладно, начну с первого рисунка. Здесь очень много рисунков. Я, наверное, выберу вот этот вот следующий. Мне очень нравится. Чисто зеленый. В общем, посмотрим. Не знаю. Очень нравится мне эта идея. Здесь очень много рисунков. В общем, я себя развлекаю. Вы знаете, я когда этим занимаюсь, я настолько расслабляюсь, как вот в детстве сидишь себе, соединяешь эти точки. Напишите мне, кстати, любите ли вы такое. Занимаетесь ли вы таким. А теперь давайте я вам покажу свой семейный планер. У меня, кстати, очень часто спрашивали про него, где его можно купить. На самом деле я его печатаю из интернета. Я вам оставлю ссылку на него, где его можно скачать и распечатать. Здесь вы можете видеть планер за апрель. Апрель уже закончился. Сегодня уже 4 мая. И я хочу сейчас быстренько заполнить все, что нужно. Для чего вообще я веду этот семейный планер? Потому что с появлением Джеймса у нас немножко изменилась именно организация времени. То есть теперь кто-то обязательно должен быть и с Джеймсом. И если мне, например, нужно куда-то отлучиться, я не могу просто так уйти. Именно поэтому я записываю какие-то важные дела, которые я бы хотела сделать. И также отмечаю, если Славику нужно что-то сделать. То есть у меня, например, запись была, что мне нужно было к зубному идти. И я знала, что если я иду к зубному, то, соответственно, с Джеймсом должен кто-то быть. То есть Славик должен не работать. И из-за этого я подбираю именно тот день, когда я могу пойти к зубному, чтобы не тащить Джеймса к зубному. Затем также я записываю обязательно прививки Джеймса, чтобы мы знали, когда его нужно вести на прием. Также я отмечала день рождения мамы. Не то, чтобы я его, конечно, забыла. Теперь давайте я запишу некоторые дела, которые обязательно нужно будет сделать в мае. Очень странно у меня маникюр в этом видео. Для начала я прописываю числа. Я беру такую вот синюю ручку, синий маркер. Прописываю числа. Второе, третье, четвертое. Это сегодня? Я снимаю четвертого. Так, давайте, наверное, начнем с того, что первого числа у нас... Первого числа у нас была Пасха, которую мы, к сожалению, все дружно забыли. Очень жаль, но вот пусть она будет хотя бы у меня записана, что она все-таки была. Прямо у меня был с мороженкой, май пусть будет у меня с вот таким вот домом. Кстати, это наклейки тоже от Nunuka Design Company. Так, дальше. Теперь хочу отметить пока что две такие даты. 10 числа Джеймса нужно отвезти к GP. И 18 числа на 10 утра я иду к Benefit. И это нужно обсудить со Славиком, чтобы он ничего не снимал именно в этот период. Я иду к Benefit на корабль, так что я тут приклею кораблик себе такой вот для красоты. Ну, а врача отмечу просто крестиком. Так будет мне понятно. В общем, вот так вот мы ведем этот семейный планер. То есть я повешу вместо апреля май на эту дощечку, поставлю ее на столе. И Славик и я, мы можем вместе подходить, что-то записывать. То есть я записываю какие-то свои важные дела, куда я хочу попасть. Славик запишет свое, что ему обязательно нужно сделать. И потом мы вместе видим, что куда нам нужно решать, куда нам нужно поехать вместе, по отдельности. В общем, вот такой вот семейный планер. Напишите мне, пользуетесь ли вы таким планером. Если нет, то я вам хочу сказать, что это очень-очень удобно, потому что в голове, к сожалению, ничего не удержишь. В общем, вот такой у нас был бьюти-завтрак. Я со странным маникюром. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вы успели позавтракать. Желаю вам отличного настроения. И увидимся с вами на следующей неделе. Пока! Подписывайся на канал Слава Beauty Tips для того, чтобы не пропустить новые видео.